Михаил Иванович, молитесь. Боже, будь милостив ко мне грешному, создав имя Господи, помилуй меня. Бесчиславя согрешил Господи, прости меня грешного и помилуй. Достойно есть я, кого истину, блажите тебя, Богородицу Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, счастнейшую Херувим и славнейшую воистину Серафим, без истления Бога, Слова Рожешую и Сущую, Богородицу Те величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и пресно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Воскрес и измертый Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради причислить Твоя Матери, силой честного животворящего Креста, святых ангелов наших хранителей, и всех ради святых. Помилуй и спаси нас, яко благие си и человека любят сами. Боже, будь милостив ко мне грешному, создав имя Господи и помилуй меня. Бесчиславец и грешил Господи, прости меня грешного и помилуй. За молитвы святых отец наши, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, всяческих ради, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, всяческих ради. Боже, очисти меня грешного, яко не коли же благое сотворих пред Тобою, но избави меня от лукавого, и да будет мне воля Твоя. Да неосужденно отверзу уста мои недостойного, свалю имя Твое Святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Царю Небесный, утешителю души истинной, и живи с Десы, и вся исполняя сокровища благих и жизни подателю. Приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блажи души наши. Святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наши. Святый, посети исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже, исти на небесе, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, як он и небесе, и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днись, и остави нам долги наши, якажи и мы оставляем блажняком нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лука в огонь, и во Твое есть царство силы и слава во веки. Аминь. Восставши от сна, припадаемте блажь, ангельскую песню, опиемте сильный. Свят, 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 если Божию, Богородицу, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, отодрая сна, возвик мне, если Господи, умы, просвети сердце, уснемы и отверзи. Моя же петь, и те святая Троица, свят, 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 если Божию, Богородицу, помилуй нас. И ныне, и присно, и во веки веков, аминь, внезапно судья приидет, и кайго же деяния обнажаться. Но страхом зовем полунощи, свят, 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 если Божия, Богородицею, помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Всесвятая Троица, ко мне, героя Твоя благость и долготерпение, не прогневался на меня ленивый и грешного, не погубил меня со беззаконием моими. Но человеколюбствовал, если обычно, и в нечаянии лежащего воздвигами и си, воежеутривеньте славословите державу Твою, и ныне, Владыка, просвети мои очи мысленные, отверзли мои уста, поучайте со совесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечнем, и воспевайте всесвятое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся, Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся, Христу, Царю и Богу нашему. Приидите, поклонимся и припадем к самому Господу Иисусу Христу, Царю и Богу нашему. 109-й Псалом Сказал Господь Господу моему, сиди, одеснуй меня, доколе положу врагов Твоих под ноженок Твоих. Жерзал силы Твоей пошлет Господь Сиона. Господствуй среди врагов Твоих. В день силы Твоей народ Твой готов во благолепие святыни, и чрево прежде деницы, подобно России рождение Твое. Клявся Господь и не раскается. Ты священник во век, починув мелхиседека. Господь одеснуй Тебе. Он в день гнева Свою поразит царей. Совершит суд над народами, наполнит землю тропами, сокрушит голову в земле обширной. И с потока на пути будет пить, и потому вознесет главу. 110-й псалом. Аллилуйя! Славлю Тебя, Господи, всем сердцем моим, в совете праведных и в собрании. Велики дела Господни, вожделены для всех любящих онны. Дело Его слава и красота, и правда Его пребывает вовек. Памятными соделал чудеса Свои, милостив и щедр Господь. Ищи дает боящимся Его, вечно помнит завет Свой. Силу дел Своих явил Он народу Своему, чтобы дать Его наследие язычников. Дела рук Его, истинный суд. Все заповеди Его верны. Тверды на веки и веки, основаны на истине и правоте. Избавление послал народу Своему, заповедал навек завет Свой. Свято и страшно имя Его. Начало мудрости, страх Господень. Разум верны у всех, исполняющих заповеди Его. Хвала Ему пребудет вовек. Аллилуйя. Блажен муж, боящийся Господа, и крепко любящий заповеди Его. Сильно будет на земле семя Его, род право благословиться. Обилие богатства в доме Его, и правда Его пребывает вовек. Во тьме восходит свет правым. Плак он и милосерд и праведен. Добрый человек милует и взаймы дает. Он даст твердость словам своим на суде. Он вовек не поколеблется. В вечной памяти будет праведник. Не убоится худой молвы. Сердце его твердо уповая на Господа. Утверждено сердце его. Он не убоится, когда посмотрит на врагов своих. Он расточил, раздал нищим. Правда его пребывает вовеки. Рок его вознесется во славе. Нечтиво видит это и будет досадовать. Засгрыжащит зубами своими и истает. Желание нечтивых погибнет. Слава отцу и сыну и святому духу. И ныне и пресной, и вовеки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя. Слава тебе, Божия. Аллилуйя, аллилуйя. Слава тебе, Божия. Аллилуйя, аллилуйя. Слава тебе, Божия. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава отцу и сыну и святому духу. И ныне и пресной, и вовеки веков. Аминь. Многомилостивый и всемилостивый Божий мой, Господь Иисус Христос. По великой любви ты сошел и воплотился, чтобы спасти всех. И снова, Спаситель, молю тебя, спаси меня по благодати. Ведь если бы ты за дела спас меня, это не было бы благодатью и даром, но скорее долгом. Истинно так, богатое сострадание и неизвечено в милости. Ибо ты сказал, о Христос мой, верующий в меня будет жить и не увидит смерть его веки. Если же вера в тебя спасает потерявших надежду, то вот я верую. Спаси меня, ибо ты Бог мой и Создатель. Да вмеется же мне вера вместо дел, Боже мой. Ибо не найдешь ты никаких дел, оправдывающих меня. Но вместо всех дел, да будет довольна вера моей. Пусть она отвечает. Пусть она оправдает меня. Пусть она соделает меня участником славы Твоей вечной. Да не похитит же меня сатана. И да не похвалится тем, что торт мне Твоей Слово Божие руки и защиты. Но хочу ли? Или не хочу? Спаси меня, Христос Спаситель мой. Скорей приди ко мне на помощь. Поспеши, я погибаю. Ты, Бог мой, очарев Матери моей. Сподоби меня, Господи. Ныне возлюбить Тебя, как я возлюбил некогда тот самый грех. И вновь послужить Тебе без ленности. Как я прежде работал на сатаново-больстителе. Буду же прежде всего служить Тебе, Господу и Богу моему, и Иисусу Христу. Во все дни жизни моей, ныне, всегда и во веки веков. Аминь. Аминь. Святой Ангел, поставь мне блестимую бедную душу и несчастную жизнь. Не оставь меня грешного и не отступи от меня за невоздержанность мою. Не дай возможности злому демону починить меня себе посредством этого смертного тела. Возьми крепко несчастную и опустившуюся мою руку. И выведи меня на путь спасения. Господь, Святой Ангел Божий, хранитель и покровитель бедного души и тела, прости мне все, чем я оскорбил Тебе во все дни моей жизни. И если я чем согрешил прошедшую ночь, защити меня на настоящий день. И сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом. И молись за меня, как Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе Своем и садил меня рабом, достойно Своей милости. Аминь. Аминь. Пресвятая Владычица, моя Богородица, святыми Твоими и всесильными мольбами, отгони от меня ничтожного, несчастного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и все скверные, лукавые и хульные помышления от несчастного моего сердца. И от помраченного ума моего, и погаси твами страстей моих, ибо я нищ и слаб. И избавь меня от многих убительных воспоминаний и намерений, и освободи от всякого злого действия, ибо Ты благословен от всех родов, и Твое пречестное имя славится во веки веков. Аминь. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии. Игнатий, Владимир, надежда, любовь, ибо мы усердно к Вам прибегаем, скорым помощником, молитвенником о душах наших. Богородица Дева, радуйся, обрадована Мария, Господь с Тобою. Благословен Ты в женах, и благословен плод, чрево Твоего, яко родилась, и Христа спаса, избавителя душам нашим. Непобедимая божественная сила, честного животворящего Креста Господня, не остави нас грешных уповающих на Тя. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояния Твое, победы на сопротивные дары, и Твои сохраняй крестом, Твоим жительством. Спаси, Господи, помилуй от самого духовного родителей из родника, благодетелей, митрополитов Марка Николая, епископ Агафангела, Тихона Антония, священная Рея и Акима, Павла Геннадия, Сергия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Вадима Зосиму, Владимира, Максима, Андрея, и Глебу не дай погибнуть, Диаконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, митрополита Сергия, патриарха Кирилла, Венедикта, Франциска Корнилия, Александра, Диодора, митрополита Тихона, Илариона, весь священниче, иночийский чин, и высший истинный служителей миссионерам, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и нам дай еще священника, рожденного свыше, и благовестника, и место для занятия, как угодно тебе. Смири власти воинств твоих, наведи страх твой на них, и через них сотвори благое церкви твоей. Умудри их издавать и исполнять добрые законы, дабы дали достойно жить людям, что было еще уделять нуждающимся. И уменьши их сердца, преобразуя в духовные. Владимира Михаила, Жозефа Рамзана, Владимира Александра, Эрдогена и Амана, и даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, Белоруссии, Карабаху, Казахстану, Канаде, где смуты и мятежи. И смутя на Алексея, украти, и все их сообщество развей, и покажи ту бездну, где оказываются делающие мятежи. Слава Тебе, Христе Божий наш, слава Тебе, за тихую мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить наши таланты, дарованные Тобой, для себя пошли нам добрых помощников, наставников, советников. Да будет благословен этот день, которого никогда не было во Вселенной. И мы совершенно не знаем, что нас ожидает в нем, полагаясь на волю Твою, на промысел Твой о верующих в Тебя. Ибо Ты сам сказал, что верующие в Тебя не умрут, но живы будут. Слава Тебе, Христе Божий наш, слава Тебе, что рожденных свыше, исполняющих Твои святые заповеди, Ты называешь святыми избранными. Помногим нам оправдать эти звания Твои святые, быть достойными их. Слава Тебе, Христе Божий наш. Господи, защити наши жилища и селения от пожара, воров, нечистой силы. Благослови живущих там, Андрея, Игоря, Игоря. Владимиру дай веру. Благослови Людмилу, Владимиру, Любовь, Алексея, Иосифа. И прищи добрые жители с детьми, любящими и знающими уставы Твои святые, ходящие в послушании. Сохрани школу. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Чадоих, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Алиптину, Соделы всех истинными проповедниками Евангелия, распространениями Благой Вести. Слава Тебе, Христе Божий наш. Слава Тебе. Сергея, Сергея, Александра, Александра, благослови. И от тяжкого недуга пьянства избави Павла, Михаила, Андрея, Владимира. Найди потерянного Александра, где он есть. Блуждающих, Алексея, Сергея, останови, дабы не обманывали себя и людей. Слава Тебе. Единому Вечному Богу, Которому поклоняемся и служим. Возри на угрозы врагов, Растрой их замыслы, Погаси их зависть, Перекроем пути к этой безмерной лжи, И в судный день Не помени им безумия, Ибо не знают, Что худо творят. Быть может, Пахулили и духа святого уже, И благослови благодетели Наших. Воздаем добром, Елену, Елену, Людмилу, Обрати Евгения, Наталью, Надежду, Юрия, Удварда, И помоги нам издать Трехтомик Нового Завета, Чтобы мы не были обмануты. Дай, Господи, Совесть и страх тем людям, С кем мы вошли в общение по изданию. Господи, Найди все наше родство, Евдокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марку, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну, И путешествующих, Благослови, Раису, Льва, Виктора, Александра. Посети болящих, Дай силу безропотно перенести страдания. И пошли мы в исцеление Кирилла, Алексея, Сергея, Антония, Владимира, Геннадия, священника, Надежду, Людмилу, Ольгу, Ирину, Александру, Нианилу, Людмилу, Маргариту. Благодарю Тебя, Господи, за друзей и за врагов, за здоровье и за болезни. По Твоему благоволению, Господи, все это может оказаться полезным и спасительным для нашей души. Слава Тебе, Христе Боже наш. Слава Тебе. Вознай милости всем, всей жизни, будущей, кто строил эти жилища, храмы, где мы находим такое утешение, такой покой. Упокою, Господи, в обители их небесных усопших, отец и братья наших, родителей, сродников, благодетелей и всех православных христиан. Ибо нет человека, который, живя на земле, не согрешил бы. Прости им, всякое согрешение вольное и невольное, душам нашим полезное сотвори. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешного. Слава Тебе, наш Бог и Егова, Авва, Отче. Свят, свят, свят Господь Саваоп, вся земля полна славы Его, аллилуйя. Слава Вышию Богу на земле, мир в человеках благоволения. Благодарю Тебя, Господи, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобою и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, за тот день, в который дал мне Святую Библию и указал на толкование святых отцов и каноны церкви как на истину. Аллилуйя. Воздай в вечности милости Твоей всем, кто трудился над моею душою и возрастанием ее к Тебе. Благослови Марию, Стефана, Александра, Михаила и Анну. Пресвятая Госпожа Богородица, Пресвятая Дева Мария, Матерь Христа, Бога нашего, спаси нас молитвами Твоими святыми и покроем оформлений от зависти и вредительства враждующих против нас и утиши их сердца. Слава Тебе, Христе Божий наш. Прошу, благослови, Господи, всех, кто помогал нам совершить миссионерские путешествия и посеянно дадаст обильные добрые плоды. Благослови Виктора, Николая, Павла, Зинаида, Владимира, Дмитрия, Надежду, Людмилы, Сергия, Санаума, Валентину, Самиру, Самире и Тимуру, да истину Христову, веру в Руссику, дабы не верил же пророкам. Слава Тебе, милосердный Господь и Бог наш. Ангел Христов, Хранитель мой Святой, моли Бога о мне грешен. Благодарю Тебя, мой добрый ангел. Сколько лет Ты хранил и защищал меня от видимых и невидимых опасностей и повреждений. Не покинев смертный час, когда душа будет разлучаться от тела, проведи душу и помытарством, страшным и непонятным. Веди ее навеки. Вечное Царство Христа Бога нашего. Аллилуйя. Ян Креститель, претещий Христом, моли Бога о нас. Господи, научи нас жить и в бедности, имея пропитание и одежды, быть благочестивым и довольным, никогда не роптать, никому не завидовать, быть во всем экономным и помогать нуждающимся. Слава Тебе, Христе Божий наш. Слава Тебе. Святитель Христов Никола, мирликийский чудотворец, моли Бога о нас. Запримет Господь молитвы Твоей о нас и о живности нашей, через которые Господь обрещает нашу жизнь на этой юдоле, печали земле. Слава Тебе, Божий наш. Святые пророки, молите Бога о нас. Илья, Елисей, Нух, Моисей, Самуил, Аарон, Ио, Авель, Но, Иосиф, Патриархи, Ездраниеми, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Изеки, Иросия, Иаиль, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Данил, Отрехи, Пророк Михей, Авраам, Исаак, Иаков. Да исполнит Господь Духом пророческим Церковь Своей, дабы день прихода Твоего нашего Отшествия не застал нас неготовыми. Но чтобы мы вышли навстречу Тебе, Господи, с горящими светильниками истинной веры и сосудами полными елея добрых дел, соделанных в Духе Святом и с любовью. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые ангелы, архангелы, херувимы, серофимы, всенебесные силы престолу Божию предстоящим. И святые апостолы, Петр и Павел, евангелисты, Матфей, Марк, Лука и Иоанн. Да дарует Господь нам жажду исследовать священное Писание, ибо через них мы думаем о межизвеченную, а они свидетельствуют о Тебе. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые мученики, Игнатий Богоносец, Поликарп, Сминский, Усин, философ, Космай, Дамьян, Андрей Стратилат, Иерон Мучий, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфимий Комедийский, Георгий Победоносец, Пантелеемон, сорок святых мучеников, Царь Николай, Святое Царское Семейство, Владимир, Венин Мин, Иосиф, Борис и Глеб. Молите Бога о нас, да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял начертания зверя Антихриста на щелой или правую руку. Господи, устраши правители и мира и священства обманывающие людей, что будто бы от предсказанных казней грядущих на всю вселенную можно избавиться какими-то союзами, ущищрениями, изобретениями, медициной, и все это сатанинская ложь. Твои причистые уста произнесли, что будут глады, моры, землетрясения, войны, восстанет брат на брата, народ на народ и царство на царство, и будут глады и моры, и третья часть человечества исчезнет. И ты закрепил это словами «сие, чему надлежит быть». И это так. И через это ты привлекаешь людей к покаянию, дабы люди примирились с тобой в этой жизни, ибо за гробом нет покаяния. Господи, посвяти изъятых из своих самей, признанных на фронт, Никиту, Александра, Максима, и готовых быть там Иоанна, Георгия. Возврати их, Господи, здравыми. Сохрани их от того, чтобы они стали убийцами. Дай им истинное духовное рождение, чтобы они были там как светильники. Слава тебе, Христе Божий наш. Слава тебе. Молите Бога о нас, святые отцы. Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоусов, Афанасий Великий, Ипрем Сирин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Ио, Сергий Радонский, Стефан Пенский, Серапим Саровский, Иоанн Тоборский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай, Макарий, Алтайский, Филарет, Иероним Стридонский, все переводчики Священного Писания. Молите Бога о нас, да укрепит и сохранит нас Господь в святой православной вере. А замыселитиков и сектантов разруши, развеи, в ничто преврати. Господи, посети томящихся в тюрьмах, лагерях, психиатрических темницах верующих в Тебя. Даруй им свободу, Сергея, Илью, свободи. И пытаем их, убиваем их и по всему лицу земли. Укрепи, дабы никто не отрекся от Тебя, Христе Божий наш, и прими их в обители вечные. Молите Бога о нас, святые жены и девы. Фекла первомущенница, Патина, Самарянина, Феврония. Вера, Надежда, Любови, Матери, София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепитуя, Татьяна Ирина, Ольга, Елена Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Преслила Акиила, Андроника Юния, Киприяна Устина. Даруй Господь, женам и девам, послушание, молчание, целомудрие, истыдливость, и сохрани их от всяческого поругания и насилия. Господи, благослови Виталия, Никиту, Николая. Дай им добрую работу, трудиться в поте лица своего. Господи, благослови Михаила, Елену, Романа Екатерину с жилищами, так, чтобы их жилища стали предстанищим и ангелам, чтобы дети Божьи там собирались и прославляли Тебя. И все необходимое пошли им, Господи, слава Тебе. Моляю Тебя, Господи, непокоривость смири Галины, семейства Евгении, Надежды, Людмилы, Виктории и Иоанна. Прими наши молитвы воздеяния рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед престолом благодати Твоей. Господи, соедини наши молитвы с молитвами всех святых, молясь, как Тебе на небе и на земле. Господи, соедини наши молитвы с ними, дабы наши мольбы и благодарности достигли Тебя, Господи. Не по делам нашим поступай, но по милосердию Твоему. Расположи к нам начальству, и с кем мы встречаются, дела наши устрои, как Тебе угодно. Ты Бог, сотворивший этот мир. И сохраняешь его, как зиждитель. Ты, Господь, знающий все прежде бытия. Услыши, исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам, любящий наш Отец Небесный, ради голговских страданий и пролитой крови, Сына Твоего единородного Иисуса Христа за нас грешных. Прими, исполни наши молитвы о всех заповедующих нам молиться о них, спаси их и помилуй, и молимся о незаповедавших, отверзи им двери покаяния. Тебе, Божья, хвала, Тебе слава, Тебе честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушают и дослышат рабы Твои, голос Твой. Аминь. По милости Божией, у нас так установился уже обычай после утреннего молитвенного правила считается Новый Завет с толкованием Блаженного Феофилакта. И этот труд на себя взяли наши дорогие сестры Хапилина Валентина Сергеевна, Симоненко, Ольга Николаевна. Они знают, кому в какой день это считать. Итак, дорогие сестры, ваше время. Господи, Иисусе в Христе, Иисусе в Христе, отверзивши и лучше сердце моего, чтобы мне услышать Твои слова и понять их и исполнить волю Твою. Послание филиппийцам апостола Павла 2 глава 28 стиль. Посему я скорее послал его, чтобы вы, увидев его снова, возрадовались и я был менее печален. Толкование Блаженного Феофилакта. То есть немедленно послал с тем, чтобы вы, увидев его, освободились от печали по поводу его болезни или лучше, чтобы возрадовались. Как же я могу быть менее печален? Так, что если вы будете радоваться, и я точно также буду радоваться, не сказал, без печали, но менее печален, показывая этим, что душа его никогда не была вполне свободна от печали. Кто говорит, изнемогает, с кем бы и я не измогал. Второе послание Коринфянам 11, 29. Примите же его в Господе со всякой радостью и таких имейте в уважении, толковании. То есть примите благоугодно по Богу или как приличествуют святым. Это говорит Павел для пользы самих филиппийцев, потому что больше бывает пользы делающему добро, чем приемлющему. Чтобы не показалось, будто благоприятствует одному Епафродиту, увещевает чтить всех вообще, показывающий такую же добродетель. Тридцатый стиль. Ибо он за дело Христова был близок к смерти, подвергая опасности жизнь, дабы восполнить недостаток ваших услуг мне. Толкование блаженного Филиппийцы послали Епафродита к Павлу с тем, чтобы он доставил ему потребное. Он нашел Павла в Риме, в опасности, так что небезопасно было приближаться к нему, ибо сам царь был против него. Тогда-то, пренебрегший всякой опасностью, он послужил Павлу. Об этом теперь и говорит Павел. Заметь, не сказал за меня, но за дело Христова подвергал себя опасности, то есть обрекал себя на смех. Если он и не умер по Божию усмотрению, но все-таки явил готовность к тому, так и мы, когда увидим святых в опасности, не будем щадить себя, потому что подвергать себя опасности в делах подобного рода и есть наша безопасность. Вы, не были времени, чтобы послужить мне телесно, хотя прислали потребное для меня. Это-то, чего вам недоставало, то есть, что вы не послужили мне, руками и телом он один исполнен, услужив мне вместо всех вас. И потому он достоин великого благорасположения с вашей стороны, так как сделал за вас все, что следовало сделать всем. так обсудим. обсуди же, как это дело он называет и служением, и восполнением недостатка, то есть, обязанностью, неисполнение, которое есть в них недостаток, дабы показать, что долг и обязанность пользующихся безопасностью помогать находящимся в опасности, и тот, кто не делает всего, нарушает обязанность, так как не исполняет общественного служения. Итак, дабы они не возгордились и не погубили своей награды, подумав, что они сделали нечто великое, он этим именем недостаток. Назвал это дело, научая их тем самым думать о себе скромно, так как они сделали то, что должны были сделать. Третья глава, первый стиль. Впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе, писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательное толкование. Так как филиппийцы находились в печали, не зная, в каком положении находятся дела Павла, как обстоит дело проповеди, в каком положении болезнь Епафродита, и он все это разрешил, сказал, что и проповедь преуспевает, и я иду к вам, и Епафродит уже послан, то апостол Павел говорит, впрочем, радуйтесь, потому что нет уже причины не радоваться. Галатов он называет чадами, так как они нуждались в исправлении, а филиппийцев братьями, поскольку относятся к ним с уважением. Прекрасно сказал о Господе, так как мирная радость не есть радость, а в Господе и скорби доставляет радость, или поскольку Господь облегчил наши дела, то радуйтесь. Предпослав многие хвалы, он начинает делать увещания, чтобы не показаться в самом начале тяжелым. Второй стих. Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания, толкования. Были некоторые иудеи, которые, искажая христианство, проповедовали Евангелие, примешивая к нему иудейские воззрения. Так как они нелегко могли быть узнаны, то апостол и говорит, смотрите, берегитесь, обращайте внимание на то, чтобы их не было между вами. Прежде назывались псами-язычники, а теперь такие иудеи, потому что они бесстыдны, наглые по отношению к свету истины и всех злословленей. Здесь он лишает их даже названия псов, потому что многие псы, говорит, бывают близки к трапезе, а также оберегают дома своих господ. А эти хотя и действуют, но на зло, и действия гораздо хуже самого бездействия, так как расстраивают благоустроение. Благоустроенное. Берегитесь обрезания, то есть имеющих обрезания. Великим и драгоценным считалось некогда у идеев обрезания, когда ради него нарушалась даже и суббота. А так как теперь оно упразднено, то оно осталось ничем иным, как просто отсечением плоти, ибо когда это действие перестало быть законным, то оно не что иное, как отсечение плоти. Или берегитесь обрезания, то есть иудеев, которые старались разделить церковь. Третий стих. Потому что обрезания мы, служащие Богу, духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и не наплоть надеющиеся. Толкование. Если, говорит, следует искать обрезания, то вы найдете его у нас, который духовно, то есть душою и умом служим Богу. Обрезанные в душе и ею служащие Богу, вот кто имеет истинное обрезание. Настолько выше, насколько душа выше тела. Не сказал, у нас есть обрезание, но мы, ибо человек, это и есть обрезание, соединенное с обрадетелями. И опять не сказал, в них есть обрезание, но сами они суть погибель и зло. Итак, что лучше, хвалиться Христом, обрезывающим наши сердца и возводящим через крещение в достоинство Сынов Божиих, или же хвалиться во плоти, то есть гордиться плоским обрезанием, потому только, что они чадо Авраамова. Четвертый стиль. Хотя я могу надеяться и на плоть, если кто другой думает надеяться на плоть, то более я. Толкование. Если бы я, говорит, происходил от язычников, то мог бы кто-нибудь сказать, что я потому осуждаю обрезание, что будто не имею благородного происхождения иудейского. Теперь же я сам, имею то же самое, чем вы хвалитесь, надежду и похвалу плоским обрезанием. Итак, очевидно, я осуждаю обрезание не потому, будто я лишен, как вы говорите, вашего благородства, но ради самой истины. Обрати внимание на его мудрость. Никого не назвал по имени, чтобы такой речью не возбудить ненависти. Выражением же, если кто другой думает, показывает, что другие вынудили его к подобным словам. Прекрасно сказал, думает, или потому, что иудеи не могли столько надеяться на обрезание, сколько он, или же потому, что надежда на обрезание не истина, а только кажется такой. Пятый стих. Обрезанный восьмой день из рода Израилева, колено Вениаминова, еврея от евреев по учению хорисей, толкование блаженного Фефилакта. Чем особенно они хвалились, именно обрезанием, это он ставит на первом месте. Выражением восьмой день он показал, что не был празелитом, то есть не от родителей празелитов, а из рода самиджа израильтян, то есть из более знаменитой части рода, ибо все касающееся священства было в уделе этого колена. Что касается моих предков, то я, говорит, происхожу от знатных иудеев. Можно было быть из рода израильтян, но не евреем, от евреев, ибо у многих дело было испорчено тем, что они не знали даже еврейского языка, живя в рассеянии между язычниками, и не точно соблюдали писание. «Я же», говорит, «еврей», то есть «сохраняю этот характер». Или же апостол указывает этим на свое особенно благородное происхождение. О чем апостол выше сказал именно об обрезании происхождения из рода Израилева и так далее. Все это не зависело от власти его. Теперь же он говорит о таком деле, которое совершенно по его собственному избранию. По учению говорит фарисей, то есть по изучению закона. Фарисеи были самой знаменитой сектой иудеев. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, словесами Божественного Евангелия Твоего, излей благодать Твою в сердце мою к истреблению страстей и грехов моих и даруй мне силу к исправлению во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Спаси Христос. Ну у нас еще продолжается сэр.